Звезду сериала Чики российская актриса украинского происхождения Ирину Горбачёву бросил муж. Ну всю жизнь жить с одним человеком. Зачем? Чехлы на нём меняешь, да и всё. Ведь есть столько разных интересных ребят, высоких. Пока украинский танцор и музыкант группы Огонь Антон Савлепов активно раздаёт концерты в поддержку Украины и собирает деньги для вооружённых сил Украины, Ирина посещает красные дорожки в компании самых одиозных российских пропагандистов. Почему актриса, которая неоднократно признавалась в любви к Украине и даже жила какое-то время в Киеве, стала на сторону зла? Смотрите прямо сейчас. Ирина Горбачёва – одна из самых модных и востребованных молодых актрис. В интернете её называют королевой пранков. Знаю, как тебе сказать, у меня вчера был слюнообмен с хомо-сапиенсом. Выходит, что я теперь хомо-сапиенс-сексуалка. А роль в сериале «Чики» о секс-работницах в русской глубинке принесла ей всенародную славу. А чё, а где девчонки? А, в тюрьме! Понятно, поеду заберу. Ирина родилась и до девяти лет жила в украинском Мариуполе. Я была там последний раз в 2019-м на дне города Мариуполя. И вообще у меня был полный сюрп, потому что я давно там не была. Я там не была с 18 лет. И он очень сильно изменился. До полномасштабного вторжения она часто приезжала в Киев, участвовала в киевских модных фестивалях и сотрудничала с украинскими артистами. Да, у меня часто приходится бывать в Украине. Особенно первые разы я попала в Киев вообще в 2016-м году. Вот. После событий. И мне прям говорили там, ой, из Москвы когда-то там. Пугали, да. Вообще, говорите, на русском там не говори. Вот это вот всё. И когда я приехала и поняла, что, ну, как минимум 80%, а то и 90% разговаривают на русском языке. И вообще ничего подобного нет. И я поняла, господи, какая у нас страшная пропаганда идёт. В украинской столице она и влюбилась в Антона Савлепова, танцора и музыканта группы Огонь. Коты. А ты чё это? Здрасте. Ну, конечно. Это же интересно. Предложение Савлепов сделал любимой во время телефонного звонка. Я на самом деле очень глупо всё это сделал. То есть я по телефону сказал в стиле, ну, слушай, давай тогда, наверное, когда вернёмся в Киев, можем тогда и пожениться. А в июле 2021-го пара сыграла скромную свадьбу в Турции. Я у Ирки таких глаз не видел никогда. У неё светятся от счастья глаза. Антон, спасибо тебе большое за это. Но после 24 февраля отношения супругов испортились. В первые дни полномасштабного вторжения Горбачёва отменила свои концерты в Москве и Санкт-Петербурге. И даже уехала из России. Правда, войну войной не назвала, пока российские ракеты уничтожали родной Мариуполь. Где твоя родина? Моя родина, географическая моя родина – это Мариуполь. Вот, Донецкая область. Промолчала Ирина, и когда брата Антона, мирного жителя, российские оккупанты взяли в плен, а родителей пришлось под ракетами вывозить за границу. А спустя год войны Ирина засветилась на Михалковском московском кинофестивале, где расхваливала великую русскую культуру. Её бывший муж подтвердил, они больше не вместе. Антон перевёл все свои песни на украинский язык и перестал верить в сказку о братских народах. По факту, ну нет чистокровных украинцев. К чему все эти раздоры? И в подтверждении моей теории мой друг говорит, да, да, вот мой дед был русский, поэтому я на четверть русский. И вы представляете, у меня похожая ситуация с предками. Мой дед умер. И получается, я на четверть мёртв? Что всё равно лучше, чем быть русским. Слава Украине, друзья! Ирина Горбачёва, которая часто бывала в Украине и вышла замуж за украинца, не может быть жертвой российской пропаганды. Она прекрасно понимает, Россия страна-террорист, но выбирает деньги и славу. Ирина Горбачёва, которая не может быть русским.